Добрый день, друзья! В предыдущем видео, когда мы рассматривали прогресс второй, который сделал себе Андрей, был небольшой анонс. То, что к Андрею должен будет зайти еще один прогресс, прогресс 2. И вот он пришел к ребятам на доработки. Короткое видео с обзором, в каком состоянии корпус пришел на доработки. А вот какие доработки, мы узнаем у Андреев. Что будет делаться с данным корпусом. Вот они ребята, то есть они потихоньку уже начинают разбирать этот корпус. Всем привет! Всем привет! То есть, как вы сами видите, вот он, это прогресс второй. Если честно, ребят, на мой взгляд, так достаточно печальном состоянии. Хотя выглядит вроде бы живенько. То есть, насколько я знаю, у них больное место. Это вот на трансе вот эти вот углы, но вроде бы живой. С одной, с другой стороны. Киль, конечно же, выглядит не ахти, на мой взгляд. Насколько я знаю, заказчик данный корпус приобрел в начале 2022 года. И весь 2022 год данная лодка простояла на воде. То есть, он ей пользовался. Лодка под 30-м мотором. И смотрите, недостаток хранения лодки в воде. То есть, вся краска облупилась. Грязи очень и очень много. Кальция вот этот вот. От хорошей нашей воды. То есть, очень много. То есть, ни в коем случае, ребята, лодку в воде хранить нельзя. То есть, однозначно нужно делать подъемник. То есть, место он себе приобрел на одной из Маринова, Воронежского, в Воронеже. И в этом году планируется все-таки сделать подъемник, чтобы вода, лодка не стояла на воде. Так, ребят, ну расскажите мне, только по очереди рассказывайте, на какие работы пришла данная лодка. Данный корпус пришел на переделку и усиление транса, и самотливного рецесса. То есть, получается, будет усиление транса, подъема... Замена трансовой доски, увеличение ее до максимально возможных в габаритах данного корпуса, размерах. Не как на предыдущем прогресс 2 до края борта, ибо у нас не даст корпус воткнуть такую длинную доску. Она втыкается только вертикально. Будет максимально широкая трансовая доска из влагостойкой фанеры в 36 мм. Будет усиление по кницам, чтобы выдерживать мотор до 50 лошадей. Естественно, будет самотливной рецесс. Будут два люка. Заказчик заказал два люка сюда, себе. Один под бак, второй под аккумулятор. Будет переноситься рулевое управление с левого борта на правый борт. Будет рулевое управление. Переноситься, заменяться штатное рулевое управление, которое на данный момент состоит из штуртруса, на более современное рулевое управление. Будет каркас поддить машину. Перенос машинки газ-реверс. Ребята, я... Прошу прощения, перебью. Я далек от водомоторники, водомоторики. Лодки у меня, к сожалению, нет. Но расскажите, а для чего произносится перенос? С левой стороны штурвала управления направо все переносится. Для того, чтобы снизить крен на левый борт. Так как винт всех наших моторов крутится по часовой стрелке, а глядя на винт против часовой, наоборот, по часовой, глядя на винт, винт крутится по часовой стрелке, значит, реактивная тяга двигателя кренит корпус на левый борт. А там еще и штурман сидит. И вдобавок, дополнительная нагрузка на левый борт, дополнительный уклон корпуса налево. Чтобы балансировать этим весом, нужно перенести рулевое штурмана на правый борт. И получим более-менее развесовку по реактивной тяге мотора и крену корпуса на воде. Так, ребят, ну, не дураку объяснили. Надеюсь, вам тоже понятно. А скажи, Андрей, а вот этот вот вырез, это что-то нестандартное? Это, я так понимаю, не умещался. Мотор при подъеме пришлось вот так вот его демонтировать. Ну, то есть для самотливного транса вы еще наверняка будете так же вырезать? Здесь будет для самотливного транса. Здесь будет увеличена ширина до 91 сантиметра, 910 миллиметров по ширине проема, чтобы рулевая тяга не упиралась в стенку самотливного рецесса. И так же он будет увеличен максимально до переборки. То есть он будет идти по переборке и сюда к трансовой доске. Ну, а получается самотливной рецесс, как бы он своеобразно и еще усиливает транс. Да, своеобразно будет еще и усилением трансовой доски. Так, ребята, понятно, что по трансу будет делаться на прогрессе втором. А какие дальше еще работы заказчик попросил выполнить? Проверить на течь устранить течь корпуса. Потому как были жалобы, то что присутствует вода в корпусе, в кокпите. Установка паёльных лонжеронов и установка паёльных. Ровный пол попросил. А что для этого будет делаться? Расскажи, пожалуйста. Сейчас мы вот посмотрим. То есть вот как это сейчас выглядит. То есть получается здесь изначально лежали какие-то просто фанерка. Здесь лежала, я видел. Впереди лежала фанерка, которая, естественно, уже сгнила. И что вы, Андрей, здесь будете делать? Мы будем демонтировать все, что здесь было, касаемо советского пола, советской конструкции. То бишь это будет демонтироваться вот этот старый конструктивный советский конструктив раскладного пола заднего дивана, советского, в ровный пол. Это как проектировалось в СССР. Убираться это все будет. Убираться будут перегородки, опускаться ниже и будет абсолютно ровный пол. То есть я так предполагаю, что здесь пол будет такого же плана, выполнен, как и на твоем прогрессе. Совершенно верно. Так же, как и на моем прогрессе, будет такой же ровный пол. Максимально большой. От переборки до переборки. Так, ну и естественно, этот весь колхоз будет убираться. Да, весь этот колхоз будет убираться. Видите, вода здесь присутствует. Вода присутствует, да, в этом корпусе. Течи бывают у них паки, это пакелевые накладки. Ну а покажите, где вот, как бы знаете, где чаще происходят эти течи. Сейчас вот. Вот, смотри. Смотри, какой вот. Единственная проблема, что не пошло бы вот здесь вот все. Если вот тут вот ободрать всю эту краску, мне кажется, тут все держится на краске. И тут будет беда. Смотри. Ну да, киль как-то в печальном. Особенно там. Это последствия электрохимической коррозии, стояния на воде. То есть нужно будет этому корпусу делать органную защиту. Чтобы дальше он не сгнил на воде. Особенно. То, что я говорил, нельзя хранить лодки на воде. Хранить лодки на воде можно. Нет, в воде не стоит хранить. Вот это самое печальное место. Тут еще надо будет подумать, что с этим делать. То есть, это получается, одна килевая накладка переходит в другую. Правильно? Это как усиление. Вот это идет на нос. И вот сразу можем обратить внимание, что уже капли висят. Это явно уже течь по накладке килевой. Между накладкой корпуса. Ну да, счет того, что она стояла в гараже. То есть, получается, из корпуса вода просачивается вниз. Остальное, да, он сказал, по факту смотреть и согласовывать. Да, будем мы делать или нет. Насколько он финансово готов на дальнейшие работы или нет. Хотя работ по этому корпусу больше, чем он предполагает. Но он об этом еще пока не совсем знает. Сюрприз будет заказчику. Заказчику будет сюрприз, да. Но, насколько я знаю, сейчас уже металл основной куплен. То есть, листовой металл, уголки, профтруба куплена. И вот на данный момент, я как бы большой тайной, потому что постараюсь здесь вам сказать, сколько будут эти работы стоить. Все, весь объем. Но материал на данный момент закуплен уже порядка тысяч на двадцать. То есть, это лист АМГ-2. Двойка, правильно, Андрей? Двойка, да, двойка куплена. Уголки, профтруба тоже из АМГ. И что будет докупаться, я вам потом скажу. Если будет интересно, что, какие материалы понадобятся, также оставляйте в комментариях вопросы свои. Я постараюсь более открыто расписать, какие материалы для данных работ были куплены. Но, к сожалению, ребят, сейчас то время, что не каждый готов выложить сразу 200-300 тысяч, даже 150 тысяч на ремонт лодки. Поэтому данная лодка будет частями, судя по всему, делаться. То есть, сначала минимальный набор делать, чтобы было комфортно находиться в лодке, и чтобы она не текла по безопасности. А все остальное будет постепенно потом доделаться, я так думаю. То есть, наверняка, заказчик и перекрасит лодку, но когда уже соберет, поднакопит денег. Потому что, на самом деле, все-таки владение лодкой – это не настолько дешевое удовольствие. Она постоянно требует в себя вложить. Так, ребят, ну, вы сами все слышали, но мы будем контролировать процесс и посмотрим, что получится у ребят по окончании выполнения всех данных работы. Ну, а за всем, ребята, прощаюсь с вами. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии и не забывайте прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, когда данный катер, надеюсь, уже будет готов. Всем пока! Увидимся, ребят! Субтитры сделал DimaTorzok